Определены лучшие баскетболисты этого сезона. Во дворце спорта «Норд» прошел региональный этап чемпионата «Кэсбаскет». В финале за звание лучших и поездку на финал СЗФО боролись команды юношей и девушек из 4-й и 1-й городских школ. За ходом матча следила Ольга Руссул. На поле команды юношей из школы номер 3 и школы имени Пырерки идет борьба за третье место. Обе команды играют практически на одинаковом уровне, разрыв в счете минимальный. Болельщики очень переживают и поддерживают свои команды. Конечно, шансы есть. Определенно, шансы есть. Ребятам нужно собраться. Счет равный, игра равная. Посмотрите, что делать 11-й номер. За третье в школу. Все друзья. И я там учусь. Захотеть смогут. Мы болеем за анши. Эта игра очень напряженная, так что мы поддерживаем, кричим все, что угодно. Шансы есть на победу? Конечно есть. Да. Очень большие. У нас команда очень... Они очень большие мальчик. Да. Мы очень сильно за них болеем, переживаем всем сердцем. Последние минуты решающего матча. Еще немного и команда «Бронзовый призер» будет определена. Кстати, среди девушек третье место на пьедестале почета заняли баскетболистки из села Несь. Всего в отборочных соревнованиях приняли участие 24 команды из 14 общеобразовательных учреждений округа. И вот решающий бросок – победа за командой третьей школы. Команда школы НСИ довольно-таки быстро бегает. Они будут поатлетичны у нас, поэтому сложно было за ними угнаться. Но вот это, думаю, самая главная трудность была на игре. Впрочем, соперники из команды школы имени Пырерки не очень огорчились, хотя от победы их отделяло всего одно очко. В принципе, она готовится, но мы как бы готовились на уроках. То есть, и так надо не тренироваться, но, кстати, ребятам, в принципе, если играть в этом зале, в этом зале и тренироваться. Отборочные матчи «Кэсбаскет» начались еще во время осенних каникул. Тогда в Наринмар приезжали баскетболисты из всех сельских школ. По мнению судей, спортсменам из глубинки сложнее показать себя на поле дворца спорта. Сельские команды в любом, в принципе, посложнее, потому что они приезжают. Многие занимаются в командах лидеров во дворце спорта «Норд». Они привыкли к залу, то есть площадка побольше, в школах залы поменьше. Ну, не во всех, конечно. Ну, как бы уже сама атмосфера более привычная. Большой интриги, кто выйдет в финал четырех, не было. Сильнейшие команды определились практически сразу. За звание лучших сегодня борются команды юношей и девушек из первой и четвертой городских школ. Ну, с осеннего этапа было понятно, что будут лидерами как у юношей, так и у девушек первой и четвертой школы. Ну, в принципе, в финале четвертых это так и подтвердилось. То есть, они в финале и встретятся. А команды, которые вошли в четвертую, уже тоже борются за призовые места. Ну, остальные уже отбыли в осеннем этапе. НЕС прилетела, выступила удачно, прилетели второй раз и заняли третье место. До начала финальных игр, считанные минуты, участники команд заметно нервничают. Ведь на кону поездка на турнир с СЗФО. Хорошо играть. Да, потому что нужно всей командой, не по отдельности, чтобы, когда мы, возможно, победим. А как вы оцениваете силы своей команды на сегодняшний день? Ну, сегодня это будет 50 на 50 игра. То есть, непонятно, кто выиграет. Да, потому что первая школа, они достаточно шустрые. Шансы, считаю, равные. Более-менее побороться можно. Да, если мы захотим, то мы все сможем. Конечно, конечно, это очень серьезная игра. Короткое приветствие и матч за путевку на турнир Северо-Запада начался. Напряжение растет, разыгрывается первое место среди команд, девушек. Адреналин пропитал воздух, остаться равнодушным к происходящему на поле невозможно. И сразу вперед вырывается команда школы номер 4, но вскоре счет практически сравнялся. После упорной борьбы вперед все же вырывается команда школы номер 4. Итоговый счет 33-28. В финальной игре среди юношей с большим преимуществом победу одержала также команда школы номер 4, обыграв в решающей встрече соперников из школы номер 1. Тренер команды комментирует результат. Мы стараемся уже детей с начальной школы на секцию в Норд отправить. Так проще. Во-первых, за кружок-два не подготовишь детей в неделю, а здесь они тренируются, у них четырехразовые тренировки в неделю. То есть уровень совершенно другой. Мы единственное, что за месяц-два до соревнований их как-то в команду общую уже собираем и наиграем все. Таким образом, на финал Северо-Западного федерального округа, который пройдет в городе Псков с 17 по 21 марта, отправляются игроки команд школы номер 4.